Привет, мои подписчики и те, кто меня будет смотреть, с вами Ксюша Че. Сегодня мы находимся в золотом регионе. Муж мне показывает вот такие прямо плюсы-плюсы. Он их всё время портит. Это уже третья запись. Это просто какой-то удобный. Вообще-то лучше купить экшн-камеру и снимать на неё селфи-палки. Потому что большой фотоаппарат я носить не могу, чтобы меня кто-то снимал. В общем, сегодня я делала своё белое платье, которое я вам ещё показывала на стиле. Это мои зимние ботинки. Чужого покажи, пожалуйста, мои зимние ботинки, которые я рекламировала. Ну, покажу свой русалочный хвост. Всё. Так. Тусю мы сдали. Сдали. Мы прямо в комнату. Сейчас мы пойдём смотреть строительные материалы. Это сейчас актуальная для нас тема. Потому что у нас скоро будет грандиозный, масштабный ремонт в нашей квартире. Надеемся, что мы всё очень быстро завершили. Наша семья переедет в своё жильё, в своё пустое. Будем счастливы в новой квартире. А теперь вы можете нас поздравить. Мы с Али Маски и Чай. В пятницу мы получили прописку. Hello. В пятницу мы получили прописку и штамп в паспорте. Чужого, кто ты мой штамп? Я с людьми разговариваю. В общем, всё. Идём дальше. Сегодня буду монтировать видео, буду стараться. Поповернись. Что? Стой. Боком. Подчеркни свою грудь. Так нормально? Да. Попа назад. Попа назад. Живёт пьёт. И как-то ты. В общем, всё. Плать себя показывать. Собой и Ваня. А то некоторые вот и не нравятся, говорят, что здесь звездилась коронна горшана. В общем, всё. Сейчас идём в магазин и продолжаем наш видео. Ваня, не спать. Ты на работе. Ты сегодня работаешь оператором. оператор проснись зашли в холм холм достигли смотрим набор тарелок нет уже в детстве такие были набор у меня правда назывался кошкин дом наш русская сказка сейчас видите всякие пони всякие эти собачий патруль что тут еще а вот наши наши тут это смешарики наши тут еще а ну конечно свинка пеппа как же без нее а вот и нюша какая классная нюша посмотрите люблю сов потому что они мудрые птицы сейчас очень кстати модно совы везде на футболках на свитерах на крышках но это именные кружки я уже такой не люблю а это мир пасу и такие тарелки всякие разные разнообразные чайнички видите красота какая все это наш будущий дом обязательно понадобится предложила мужу купить хлебницу сказал что лучше будем хранить хлеб в холодильнике в общем отказал сказал что надежнее смотрите какой массажер прикольно сейчас саду посажу сейчас я массажу лишь чуть-чуть и тебя посадим класс все все я опять забыла скоро новый год скоро выпустят все ждут Я тоже про такую волку мечтаю. Сейчас смотрю комплект для ванной. Ванна у нас с туалетом будет совмещена, она небольшая. Она будет небольшая, 3 метра, так что хочется что-нибудь такое компактное, удобное. И конечно хотим ванну еще просто засудить в стиральную машину вертикальную, чтобы нам было всем удобно. Может быть ее еще и на кухню поставим, посмотрим. В общем, конечно, была бы большая ванна, я бы выбрала что-нибудь такое, знаете, подобие вот такого. Привет! Такие вот эти всякие разные тумбочки, я вообще обожаю. Красота, да? Мне сама очень нравится, но увы, ах, у нас большая ванна. А вот, смотрите, вверху какой комплект интересный. Вот такой вот. И стоит не так дорого, и не очень большой, и очень компактный. Думаю, я к ней вдруг смотрюсь. Душевую кабину мы ставить не будем, будем покупать и ванну. Вот, метр мне 50. А я думаю, что она у нас станет, и будет очень хороша эта экспозиция, как может выглядеть ваша ванна, в какой плитке. Вот, а здесь, значит, вот душевая кабина и две раковые вот такие. Классно. Вот такая душевая. Если сейчас похудела, можно и в такую зайти в душевую кабину. Вот еще и такой вариант есть для душевой кабины. Тоже, кстати, очень интересный. Но мы хотим ванну, потому что ванна это удобно. Ты можешь прилечь, отдохнуть и расслабиться. Какие-то ящики навесные. Корзина для белья. Это вообще очень такая классная тема, потому что в моем детстве всегда была корзина. Я кидал туда белье, мама знала, что стирать. Это очень, кстати, удобная штука. У нас такая была корзина плетеная, я помню. Вот, а это тоже такая интересная корзина. Можно и плетеную, можно и плетеную. Пластмассовую. Вот тут крышки. Здорово. Всякие разные цвета. Но, конечно, с крышкой я лучше бы взяла, конечно, с крышкой. Ну что, идем дальше. Что это у нас? Это у нас смесители. Смесителей очень много, очень разных. И по цене, и по качеству очень много сейчас смесителей. И вот не знаю, что взять. Вот, брать с таким рычагом или брать с барашками. Что лучше, пока еще я не определил. Вот, я буду думать на эту тему. Вот, тут уже с барашками идет. Кто-то говорит, что с барашками лучше, и лучше контролировать эту воду горячая или холодная. Вот, ну, каждому свое. Вот, кстати, очень как хотела такую лейку и тропический душ. И цена у нее классная. 12500. Не, ну, конечно, я обожаю, когда вода льется у нее на голову и по всему телу. Я очень люблю. Чтобы тебя прямо все обкатило. Вот еще какая есть. Это стоит уже 13500. У вас есть такие лейки. И, кстати, вот почему-то вот такую доску я не хочу для белья покупать. Я сейчас, кстати, увидела. Я хочу купить для белья, повесить ванну вот эту навесной, чтобы можно было ее спустить, белье повесить и опять наверх поднять. И гладильную доску нужно будет обязательно. Потому что тут у меня получается негде гладить, и мне приходится иногда на диване. Это не очень удобная тема. Муж сделал недавно ремонт. Я вам буду очень признательна. Если вы мне будете помогать в этом, где-то какие-то давать советы. Потому что в голове столько информации, столько всего. И просто не знаю, с чего начать. Нет, ну, конечно, у нас в первую очередь черновая отделка. Мы сейчас с мужем, точнее мой муж, ходит и смотрит пенопласт. Потому что мы хотим стяжку делать, стелить пенопластом, а потом уже бетоном и заливать, значит, бетоном. И потом уже класть или ламинат, или доску паркетную. Ну, сказали, что паркетную доску намного лучше. Ну что, вот и кухня. Кухня это вообще моя больная тема, потому что я мебельщик со стажем 7 лет. Я малярщик общих по дереву, и для меня это вообще такая тема в том плане, что если я вижу какие-то некачественные вещи, а я их все равно увижу, потому что глаз у меня очень уже наметан, я уже знаю, что из чего сделано, какой материал, где хорошо отшлифовано, где плохо. Ну, в общем, как вы знаете, что если вы чем-то занимаетесь профессионально, то, естественно, вы все видите и вы все знаете. Здесь я увидела только два варианта кухни, которые мне понравились. это вот эта кухня венге, но я бы хотела ее в цвете не венге, а в каком-нибудь другом, в каком-нибудь другом цвете скомбинировать. А вот, и кухне еще одна понравилась, сейчас покажу. Вот это такая беш, вот, но я думаю, что можно ее будет тоже в каком-нибудь другом цвете сделать, поиграть с ней, может быть, даже два цвета каких-то. Ну, и, наверное, все. Больше мне тут пока ничего не понравилось. Вот. порекомендовали мне одну фирму, называется Bravo, там у них есть кухни, не очень дорогие, там можно как в Ikea собирать, в общем, шкафы вот эти все. Ну, как и обычно, сейчас собирают вот эти все. Вот еще понравилась вот эта мятная, ну, тут написано провал с изумруд, но почему-то мне напоминает мятный цвет. Ну, она неплохая, она такая, знаете, сделана в каком-то немецком таком стиле, ну, вот, я бы, ее бы тоже бы взяла такую кухню, и даже бы в этом цвете. Она неплохая. И фартук я уже придумала такую плиткой класть, хотя мне все говорят, ну, что ты ерундой страдаешь, типа возьми вот это покрытие, да, вот эту стену, ну, как бы фартук. А я почему-то не хочу, я хочу именно плиткой. Потом я надеюсь, эту плитку я нашла в Leroy Merlin, я надеюсь, что я вам покажу ее и вы оцените. Она такая фигуристая, и хочу ее за маской затереть серенькой. Будет шикарно. Ну, что идем дальше. Сейчас верну я полотно, ну, как двери, да. Вот, тема у меня тоже такая, я просто хочу спросить, значит, если, допустим, цвет как лучше, чтобы был цвет одинаковый с ламинатом дверь или вообще без разницы. ну, я просто думаю, что, конечно, лучше, если будет цвет подходить с ламинатом. Цвет-цвет, чтобы было как-то, ну, гамма одно и та же. Вот такие двери. Стеклами я не хочу брать, потому что, сами понимаете, дети. у моих родственников тоже есть дети, которые явно будут приезжать и все это будет заляпано и, не дай бог, еще разбито. Ну, не в плане того, что я переживаю, что они там разобьются что-то сделают, а в плане того, что вдруг еще порежутся. нет. Слышите, стекло это классно. Я еще думала насчет ванны, чтобы сделать матовое стекло в ванной. А что делать? Ну, пока я думаю. А самое главное, это входная дверь, потому что у нас стоит там очень-очень плохая входная дверь. Наш застройщик на нас сэкономил, он поставил дверь за три тысячи рублей. Естественно, нас это не устраивает и сейчас мы думаем насчет входной двери. Ну, так примерно приблизительно мы нашли тысяч за 16 вместе с установкой там в этом ЖК. Люди ставят, говорят, что у нас бы качественная, хорошая дверь. Ну, в общем, уже скоро собираемся. Мы сейчас находимся в Заре, в такой мере платье. Класс, оно мне нравится, потому что оно как по мне. Ну, очень нравится. Нет, я знаю. В следующий платье такой чёрный. И последнее платье. Классно, только чуть-чуть у меня груди маловато и расходуется. Было бы она чуть-чуть пошире, а то грудь меня чуть-чуть подвела. Вообще классно, 3000 рублей стоят. Это теплая платье. Это уже H&M. Это была фирма Zara. Теперь хочу. Такая теплая, приятная целая. И разряная. Секси-секси. Хорошо очень смотрится. Стоит полторы тысячи. Те платьишки были по две и по три. Тут, конечно, магазинчик подешевле. А это девушка вечеринка. Какая-то юбка. Кофка. Тысяча и тысяча. Кстати, смотрится прикольно. Можно на любую вечеринку сходить. Сейчас будет нестючая. У меня, кстати, такая юбка была раньше лет 15. Сейчас опять в моде. Тоже такая стретч. Где-то стретч. Вообще, прикольно, кстати. Такое чувство, как и другие лет опять 15. Класс. Все, батарея посадится. Всем пока-пока. Это небольшой был такой обзор. Пока. Сзади такой порт был на голове. Ну все. Чаооооооооо. Спасибо.